Продолжение следует... Планируется накануне женского праздника 8 марта. 30 лет назад советские ученые провели необычный эксперимент. Установили микрофон на аппарате Венера-14, чтобы записать звуки утренней звезды. Шум ветра и раскаты грома на Венере поразили научный мир. Безмолвие космоса оказалось мифом. Эти марсианские снимки облетели весь мир. Откуда появились следы на поверхности Марса, ведь раньше их не было. Объяснить ученые не могли. Наверное, что-то потустороннее. Пока аппаратура не сняла самого виновника, марсианский полевой вихрь. Оказывается, Красная планета не такая уж и безжизненная. Там тоже есть атмосферные явления. Ветер, смерчи, которые можно даже услышать. Даже разреженная марсианская атмосфера вполне способна проводить звук. Можно его услышать. Я думаю, там много источников звука. Осыпи песчаные происходят. Может быть, где-то по весне ручьи журчат. Впервые зафиксировать, а главное услышать шум ветра, раскаты грома на других планетах, попытались советские ученые. 30 лет назад к утренней звезде, как еще называют Венеру, были отправлены аппараты Венера 13 и 14, к которым прикрепили микрофоны. Вот это микрофон, его мембрана. Можно разогреть до температуры Красного Коленя, и он будет работать. Раскаленная планета с температурой выше 400 градусов. Здесь облака несутся со скоростью 100 метров в секунду. Идут кислотные дожди, сверкают молнии, гремит гром. И звучит это все не так, как на Земле. Все из-за плотности атмосферы, которая в десятки раз больше, чем на нашей планете. Были зарегистрированы звуки при движении в атмосфере и звуки какие-то на поверхности. Сегодня астрономы не только смотрят во Вселенную, но и слушают ее. Несмотря на то, что вокруг вакуум, специалисты уверяют, у каждой планеты есть свой звук. Довольно много звуков уже синтезировано из других источников. Например, магнитное поле Юпитера, мощное, переменное, заряженные частицы, то, что мы называем космическими лучами. В этом магнитном поле они спрессованы в некоторых местах, в некоторых разрежены, летят эти потоки. И каждый зонд, который пролетал мимо Юпитера, записывал электрические сигналы этих частиц. Сначала ученые анализировали их просто на экране компьютера, рассматривая графики. Но потом поняли, что все это можно перевести в звуковой диапазон и через уши воспринимать. Вот так звучит Титан, спутник Сатурна. А это уже звук мертвой звезды, или по-научному звук пульсара. Пульсар играет на одной ноте, выдает одну частоту. И как раз, кстати, в аудиодиапазоне, то есть в том диапазоне, который наше ухо воспринимает. Чтобы услышать космос, ученые идут на хитрость, переводят сигналы в слышимый диапазон. А миллиарды лет назад, когда все еще только начиналось, наша Вселенная буквально гудела. Если бы человек жил в те времена, он смог бы услышать Вселенную своими ушами. В ранней Вселенной никакого вакуума не было, а вся Вселенная была заполнена газом, в котором могли распространяться звуковые волны. Вот какой бы звук мы услышали, когда Вселенной было 5000 лет. Такой высокий звук. Потом 65 тысяч лет. Однако все эти космические звуки – шумы до тресканья. Ряд ученых полагает, по разнообразию звучания в космосе нашей планете нет равных. Из всех возобновляемых источников энергии быстрее всего развивается гелиоэнергетика. В этом солнечном электричестве ученые видят альтернативу нефти и газу, запасы которых уменьшаются катастрофически. Однако мало кто знает, что солнечная энергетика пришла на Землю из космоса. Сейчас, словом, спутник не удивишь, а 4 октября 1957-го оно прогремело на весь мир. Через несколько недель первый спутник замолчал, разрядились химические аккумуляторы. Требовалось найти новый источник энергии, которым стала большая и щедрая на тепло звезда по имени Солнце. Тогда на московском предприятии «Квант» и разработали солнечную батарею для третьего советского спутника, который на орбите проработал почти два года. Уже более 50 лет фотоэлементы из Кремния верой и правдой служат отечественные космонавтики. Для транспортного корабля «Прогресс» такое питание – идеальный вариант, относительно недорогой и безопасный. До МКС «Прогресс» летит двое суток. После выведения на орбиту у грузовика раскрываются крылья солнечных батарей. По сути, обычная батарейка, плюс-минус. На деле сборка такого прибора напоминает производство ковров ручной работы. Фотоэлементы буквально вплетают в сетчатое полотно. Сначала крепятся группы. Между собой они спаиваются при помощи токоотводов. Эти токоотводы приходят на магистральный провод. Магистральный провод распаивается на плату. Плата собирает здесь уже все контакты, все генераторы. И эти генераторы уже выходят у нас на разъем, который разъем уже крепится, оснащается к кораблю. Фотоэлементы на основе арсенида галлии. Фактически идеально черное тело, которое не отражает, а поглощает свет. КПД по сравнению с батареями из Кремния увеличивается более чем в два раза. Сейчас в производстве крылья для нового современного спутника связи «Экспресс». Современный требованный срок работы на орбите не менее 15 лет. Технический ресурс на орбите 17 лет. И как раз вот эти новые элементы обеспечат эти характеристики. То есть в течение 15 лет космический аппарат будет обеспечен электричеством. Арсенит галлиевые фотопреобразователи очень хрупкие. Рабочее место готовится индивидуально для каждой панели. Вначале на металлическую поверхность приклеивают специальный материал – изолон. Сверху ставят груз, чтобы поверхность была идеально ровной. Затем крепятся секции и каркас. После того, как панель полностью собрана, приклеены все секции, она снимается с этого стола. И далее уже идет монтаж. Есть на Кванте и свое искусственное светило. 600 ламп по одному киловатту. Здесь батареи проходят своеобразное солнечное крещение. А для замера параметров каждого элемента в арсенале специалистов – миниатюрные имитаторы света. Каждый день у нас не менее 500 фотоспышек Солнца. Сотрудники Кванта говорят – сезонные депрессии от нехватки солнечного света им не страшны. В эти дни, почти 400 лет назад, в Риме начался суд над планетой Земля. Главным обвиняемым стал Галилео Галилей, который, как и Коперник, полагал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Под давлением Инквизиции Галилей свою вину признал, но потом произнес – и все-таки она вертится. Только в 1992 году римский папа признал ошибку Инквизиции. Галилей был оправдан – Земля действительно вертится. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи!